Кого угодно. Я думаю, что вегет здесь, например, даже будет полегче, чем на вайлдкарт рубиться за выход в интернешнл, основную часть. Так что здесь лучше рвать когти и наказывать навеи. Тем более, навеи позволяют с собой это делать. Они и в группе показали это. И, 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 и. А нет, Франкестен и Кэптан, по-моему, навеи обыграли 2-0, если не ошибаюсь. Ну, в группе в любом случае с навеями много чего можно было сделать и делали неоднократно. Ну что, фаника развалили. У артстайла есть шалу грейв, но он решил его не использовать. Оставил, видимо, для себя. Тепаут нет. Артстайл нет. Нет. Мне не нравится тепаут делать артстайл. Я не понимаю, бросил на себя шалу грейв. Пятисекундный. И кастует за 3 секундочки свиток портала. Почему нет? По-моему, каски были к тому моменту у Сема уже проюзаны. То есть сейчас они откадышились, а тогда были в КД. Артстайл не рискнул юзать шалу грейв. Даже странно. Даблкил от команды Вега Сквадрон. 645 по голде и 550 по экспириенсу. Скучно навеи живется. Вега выигрывает по голде 800 по экспириенсу. Более 1000 тоже в пользу команды Вега Сквадрон. Так, вопа в это время 32 на 13. У Дэнди Гриппстад 20... 27 на 9. Так, ну что, Хвост, как и предполагалось, убил Тауэр и с линии этой не уходит. То есть ему здесь относительно комфортно. У него уже есть 6-й левел. У него уже есть ПТ и Мордит Маск. Сразу выйдет Хвост в МОМ, а потом будет собирать себе БКБ. Так что Хвоста тут пока не трогайте. Ну и не будем забывать, что здесь есть Санейка, который Хвоста пробустит невероятно просто. Благодаря Тизеру, благодаря Оверчарджу. Видимо, Оверчардж уже вкачан в 3. То есть в приоритете у Санейка данный скилл. Все для максимального дэмэджа Хвоста. У Хвоста есть Мордит Маск, поэтому если Хвост бьет, Хвост живет. Как только Хвоста где-то зафакусят, конечно, Хвоста могут и развалить. Это тоже несложно для команды Вега, тем более с их комбинацией. У Соло уже есть 6-й левел. Так, у нас выход готовится на нижний лайн. Ну что, точнее, есть в команде Вега-Сквадрон. Опять развалили у нас Артстайла. Хвост не знает, кого ловить. Ну и здесь Дэнди. В это время даблкил. Дэнди убивает у нас... Дэнди убивает у нас Вич-Доктора. И Дэнди убивает у нас Герокоптера. Где сам Дэнди? Куда делся? Зоро. Убил и свалил, а? Хоть покажись. Вот он Дэнди. 2-0-0. Дэнди забирает двоих здесь. Дримкоил не юзал. Просто через Сайланс, через Иллюзори Орб. Извиняюсь, конечно, что пропустил. Я там просто растерялся. Там такое месиво было внизу, что... Попробуй пойми, где кто кого мочит. Так, у Фаника уже на данный момент. Есть ПТ, есть у Фаника Пурманшилд и 500 голды сверху. Ну и 6-й левел есть, что не может не радовать. Поэтому ловить, например, саппортов можно вообще легко очень. Тот же Энигма. Нормально так будет огребать. И Вич Доктор тоже, в принципе, хороший клиент для Рэпча. Вега выигрывает по голде более 1000. И по Экспириенсу они с 1400 скатились до 600 всего лишь преимущества. Но сам факт, что Нави пока уступают. Нави проигрывают. Арт Стайл. Занимается мультиспаунами на Эншентах. Все это, конечно же, для Хвоста. Хвост плюс Висп. Эншентом просто Смертушка. Нормально. Повесил здесь и Ястреба Маг. Ястреб ничего здесь не блочит. Просто, между прочим, висит. Еще и умирает. И не доконтролил Маг. Или кто его знает. Ну, знают в любом случае, что здесь есть Эншента. И что Эншентов можно забирать. Для этого должен сюда прийти Герокоптер. Но, опять же, сам Герокоптер туда не сунется. А с толпой, если сунется, то можно организовать и не дурной файт. Есть уже, напомню, Блэк Холл для Энигмы. И есть Дез Вард для Вич Доктора. Свен у нас мультиспауны фармит в лесу. Кстати, Свен по Нетворцу скоро обгонит Герокоптера. Но здесь пачечки отвалятся. И у Хвоста будет все великолепно по фарму. Уже почти 5000. На 200 всего лишь уступает Герокоптеру. Ну и теперь что? Теперь Эншенты. Теперь Эншенты. Хвост под Гад Стрэнджем. Под Масков Мэднес. Я думаю, очень быстро справится с Эншентами. Команда Наби заходит на Мид Лейн. Табор 1 уже на топе. Они снесли. Ульта пошла у нас от Свена. Выходите на Хвоста. Хвост под Гад Стрэнджем. Гад Стрэндж уже оканчивается. В принципе, под Бустом Санэйком можно попробовать и развалить. Сложновато. С Гад Стрэнджем сложновато. Хвост у нас вообще на ЛОХП отсюда отходит. Кто бы влетел, еще бы развалили. Но Ванн в это время забирает у нас Дэнди. Хвост на ЛОХП. На ЛОХП Артстайл. Артстайл, скорее всего, Паша заберет. Артстайла убивают. И размен один в один. Мидера разменяли на Саппорта. 3-5 счет на данный момент. 12 минут сыграно. По голде Нави. Проигрывают 1500 по экспириенсу. Нави впереди на 200. На 200. Что Санэйка вместе с Хвостом должен продолжать убийство Эншентов. Стоят же здесь ЛОХПшные Эншенты. Просто можно кучу денег подарить команде Вега Складрон. Вы понимаете, что под флагкэноном Гирокоптер это все забирает за один райт-клик. Хвост по-прежнему оставляет в покое эту пачку Эншентов. Пора и переместиться. Я думаю, да, все. Хвост взялся за ум. Отправляется на Эншентов. Здесь есть Вард команды Вега Складрон. Они знают, где находится Аккерри. Был, по крайней мере, был. Ну, в центре Вард, разумеется, всю эту фигню спалил. Хвост провязал Гад Стрэндж, кстати, и непонятно зачем. На самом деле, неважно, провязал или не провязал. Тут экономить-то нет смысла. Но в данном случае, когда ЛОХПшные стояли уже Эншенты, я думаю, что Хвост справился бы и без Гад Стрэндж. И на всякий случай, можно было бы подкопить его. 60 секунд нет Гад Стрэнджа у Хвоста. Об этом, правда, команда Вега Складрон не знает, потому что внизу стоял Сентрик и обсерв. Игроки команды Нави развалили. По артефактам давайте посмотрим. 13 минут у нас сыграно. По артефактам, начиная с команды Нави. У Хвоста есть Огр Клаб. 1200 на руках сверху. Масков Мэднесс имеется. Есть ПТ. У Дазла ничего. Только Тапок для Артстайла появился. У Пака уже есть Даггер. Вот только появился. В общем-то, по таймингу все ровненько. При наличии ПТ, при наличии Батлы и Нул Талисмана, Дэнди, в общем-то, на ура у нас идет. По Крепстату, по-моему, проиграл Квапе. Да, Квапе на 15 проиграл у нас Дэнди. Зато 3 кила. И нафиг этот Крепстат кому нужен вообще. Когда ты на 13 минуте килинг спрейдишь. Фаника в Блэк Холл в Соник Вейв. Вот Квапы еще по голове Фанику. Ну, выжить здесь, конечно, невероятно сложно было. И, разумеется, Фаник с этим делом вообще даже близко не справился. А с чем у нас умер Фаник? Есть у него Аквила, есть у него ПТ, есть у него Пуллмен Шилд. Для Веспа уже Урнов Шадоус есть, есть Боттл, есть Ботс оф Спид. Ну и Дэнди мы видели. Дэнди с Даггером. Дэнди готов, я думаю, здесь собирать всех кружочком. Для этого должен еще и Свен прилететь вместе с Веспом. Свен продолжает делать вид, что будет пушить Т2. В это время команда Вега-Сквадрон смещается на топ-лейн. Свен блефанул достаточно серьезно. Ну и перемещается команда Вега-Сквадрон у нас на топ-лейн. А команда Нави сместилась на мид. Как будто тут есть кого поесть. Угу, вот такой вот мув. Нави не на Рошана. Нави на вражеские позиции. Нави будут сейчас забирать того, кто придет в ДФТ-1. Думаю, я верно понимаю. Стоит Крип, вообще никого не палит. Чей Крип? У кого там уже есть Доминатор? Это Крип. Кого надо Крип? Это Паша забрал себе Крипа и поставил палить всю ситуацию. Нави выходят на Роху. Вот теперь Гадстрэндж вполне уместен. Энигма. Блэк-Колл через 120 секунд. Нави-то об этом знают великолепно. И Фаник об этом знает еще лучше. У Ноуана тоже нет у нас Соник Вейва. Бладрайт по Ноуану. Ноуан разваливается, скорее всего, на хайграунде. Дэнди местит у нас Ноуана. Ноуан в таверну. Дэнди Дрим Койл по-троим. И Дэз Варт у нас от Вич Доктора. По Дэнди, лишь бы Дэнди не палился. Пока что три игрока команды Нави отправляются в таверну. Хвост встает после Эджиса. У хвоста заканчивается Гадстрэндж. Ну и вот вам, пожалуйста, хвост без Гадстрэндж. Это как бы просто тряпичный герой, которого команда Вега-Сквадрон не ощущает вообще. Ну, так простенько все. Так удачно, так просто. Полторы тысячи голды, три-четыреста экспириенса. Нави поформили Роху. Все получилось классно. Хвост забрал у нас Эйджис. А толку от этого, правда, ноль. Потому что Гадстрэндж тратят хрен знает куда. Нави за это их Вега и наказывает. И я считаю это абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Если ты важнейший ульт в твоей команде тратишь на ерунду, то будь добр, отхватывай по голове. То же самое, в принципе, можно было и о Соло сказать на Энигме. Но Соло хотя бы килл сделал. Вот. То есть фактически в драке использовал данный скилл. Дэнди ловят у нас. Дэнди фейсшифт. И Дэнди здесь просто отдается Герокоптеру. Очень круто. Очень круто. Подрался с Ястребом Дэнди. Ястреб оказался слабее. Но вот как дальше Дэнди поступить, кроме как умереть, это вообще полная бредятина. На самом деле 600 голды. Выигрывают в этом файте Вега-Сквадроны 1000 экспириенсов. Нави уже проигрывали 20-ку золота и 20-ку экспириенса Веги. Еле закомбетчили. Там сложнейшая ситуация. Навям пришлось брать Герокоптера, собирать на нем рапиру, хвостом тянуть игру до 60-какой-то там 60-сотой минуты. И после этого только комбетчить. Без двух сторон, но с огромным желанием выйти из первого места. Ну и здесь Нави, я так понимаю, могут такую же ситуацию себе создать. Вот закомбетчить они, не закомбетчат. Это уже вопрос. У Фаника уже, в принципе, артефакты на БКБ имеются. Осталось только на рецепт накопить. У Свена. У Свена есть Митрилхаммер. И сейчас будет уже, в принципе, БКБ для Свена. Денег тоже достаточно. Вот не разваливаться Свену, это прямо обязательное условие. Иначе Нави как дрались, так и будут драться дальше. Ну что, Санейка, куда ты полетел? Санейка полетел помогать Денди. Маг орет у нас на Денди. Ну и Мага будут забирать. Маг по Дримкоилам. Маг отсюда не должен улетать. Ну и Денди наплевал на Мага абсолютно. Я развалил его. И Санейка отсюда улетает. Улетает поближе к хвосту. Денди остается живой, здоровенький и будет фармить. Свен приносит себе БКБ. У Виспа 700 голды после всех артефактов, которые были. Ничего интересного. У Артстайла есть. Генталов Стрэндж. И что здесь? Брасер будет собирать Артстайл. Офигенно. У Свена мы видели, какая история. И у Фаника тоже еще 1000. Чуть меньше до появления Блэкингбара. Вичдоктор от команды Вега Складрон. Сема Заслэйр. Собирает Медалину в Кураж. Есть для него Бутсов Спит. У Энигмы есть Даггер. Есть Мека. Соло надо подумать о БКБ. О безопасности. У Квапы. Огриклап имеет состав. Виза 3. И поинт бустер. В общем-то, Ноу Ван уже с Аганимом. Все тут. Копейки необходимые. Ноу Ван зарабатывает готовый Аганим для Квинов Пейн. Бестмастер. Уже с Некрами первого левела. И немножко остается совсем до рецепта на вторые Некрай. Герокоптер. Огриклап есть. Митрилхаммер есть. Есть еще и Яша. Рингов Аквилла. Холмов Доминатор. И ПТ. Ну, всего по чуть-чуть. У Герокоптера для ранних минут. Для мидгейма. Который вот, в принципе, у нас уже начался. Это, в общем-то, достаточно серьезное количество артефактов. Ну, и у Герокоптера Нетворс первый на карте. Обгоняет хвоста на 1500. Ого-го. И Дэнди идет сразу за хвостом. Проигрывает ему на 700 голды. Тут, конечно, Вега перефармливает. И это ощутимо даже глядя на список индивидуальных Нетворсов. В принципе, у Паши сейчас уже будет БКБ. Против кого? Против Дэнди. Против Виспар. Наверное. Против Дазла. Нет. Так, хвост полетел у нас. Ну и Нован, который пришел полакомиться чужими эншентами, валит отсюда по-быстрому. Хвост тут прощать не должен. По экспириенсу Нави, в принципе, немного совсем проигрывает. Почти не считается вот то количество экспы, которое Нави сейчас уступает Вега-Сквадрон. По голде, да. По голде, 3 500. Нави проигрывает, но посмотрите на счет. Еще бы они не проигрывали. 5 12. У Дэнди после Даггера появляется Юл. Офигеть. И у Сёма Зе Слеера появляется Пойнт Боустер. Готовится в Аганим. Ну, реализация Блэк Холла пока что у нас никудышняя. Единственный раз Блэк Холл был реализован. Реализован был на Соло Фанника. Так что... Так что это как бы и не Блэк Холл. Что, Вега сделали вылазку на вражеские позиции. Переместились на топ-лейн. Тут никого не нашли. Дэнди спокойно в кустах у нас отдыхает. У Дэнди уже есть 13-й левел. У Дэнди сейчас будет собираться Аганим постепенно. У Фанника есть БКБ. Пауэр Трэдс больше ничего. У Бестмастера появляются вторые Некра. Еще одна книжечка. И Бестмастер наконец-то позволит себе Даггер. Я думаю, Макро скошелится на данный артефакт. Ну и готовится в БКБ у нас нован выйти. Огр Клаб появляется. Есть уже Аганим Септер. Значит, Огр Клаб только в БКБ больше некуда. Арт Стайл. Ловит Соло. Миднайт Пульс под ноги. Малифейс. Арт Стайл здесь выживает. Грейв еще на себя бросает Арт Стайл. Кстати, и не надо было. Ну, Грейв тут 4-го левела, так что не критично. Ноуан стоит у нас под Рапчу от Фанника. Побежал Ноуан. Ульта пошла от хвоста. Мага будут ловить. Рапча по магу. Дэнди здесь. Стрим Койл от Дэнди не ставится. Ну, мега килл у Паши в это время. И Дэнди будут здесь загонять. Дэнди поднимает с себя Витра. Или Зори Орп через секунду. Кстати, через 2 секунды будет у Дэнди Даги. Дэнди уходит у нас... Да не уходит у нас Дэнди Фейсшифт. Дэнди развалили. В итоге Нави теряют Свена. И теряют Мидлейнера. И забирают только Бестмастера. Какая жопа. Да, Вега, конечно, выглядят очень заряженными на эту игру. Видно, что спуску Нави не дадут ни в одном из всех матчей, которые нас сегодня ожидают. Вега Складрон видно, что на подъеме. Что такие победы. Зарабатывать еще, опять же, они на... Плюс морали, потому что они Фрэнкер Санцикепта наказали. Теперь очередь Нави пришла, по их мнению. Ну, в принципе, спорить с этим мнением не буду. Может и правда пришла. Позже увидим. Прогнозы вообще не могу никакие дать. Вроде бы и Нави играют, о которых уже... Ну что тут только может быть неясно или неизвестно о команде Нави. Все известно, но главное, что мне известно о команде Нави, это то, что мне ничего не известно о команде Нави. Они не поддаются никаким прогнозам. Они могут вытащить катки абсолютно провальные и неинтересные. Ну, даже близко не имеющие для них положительного выхода. А могут слить абсолютно стопроцентно выигранную игру. Которую, я не знаю, ну, просят какую-нибудь сборную какого-нибудь двора под Саратовом. Будут соперники Нави выбирать организатора. А Нави возьмут им и сольют. Тоже несложно совершенно. Навега сильная команда, поэтому тут как пойдет у Нави. Нуван ловит у нас стан, но Нуван относительно далеко. ТП-аут делает быстренько и уходит отсюда. 2-4 минуты сыграно. Вега Складрон по золоту выигрывает 5000. По Экспириенсу 1700. Тоже для российского коллектива. Украинцы пока уступают. И уступают причем по всем линиям. Практически по всем героям. Паша на гирокоптере. Мейтнетворс под 14000. Сейчас будет 14000 для Паши. У хвоста в свою очередь 10 еще нет. Приехали вообще. Хвост. Супер фармер. Доформился хвост. Паник. Бладрайт на крипу. Непонятно что хотел. Ну непонятно что получил. 1200 у Дэнди. Дэнди пора уже собираться в Аганим. Тут думать вообще нефиг. С тем бустом Дримкойла, который дает Аганим на паке. После обновления предпоследнего. Я думаю что не собирать Аганим на паке. Это преступление. У Фаника 2300 на руках. БКБ, ПТ, ничего более. У Дэнди. Мы видели что у Свена. Появляется Кристаллис. И все. В принципе для Свена. На данном этапе. Хост по классической схеме идет. Момба, КБ и Дейдаус. Дальше уже посмотрим. Дальше Керасы и Тараски. Думать в принципе и нечего. Свену выдумывать не стоит. У Свена всего предостаточно. У него так как бы скажем того. Чем мама его наградила. Свен у нас с потрясающими статами. То есть если хотя бы какой-то маломальский левел есть. И 16 уровень Свен получил. То артефакты не решают. Решает контроль самого героя. Ястреба Хвост здесь видит. А вот достать Ястреба нет варианта. Кстати Хвост может подумать и о Дагере. Под смаком команда Вега-Сквадрон. Бладрайт бросает фаник на Соло. Соло будет пытаться сожрать здесь. И Соло скорее всего он убьет. Да, Соло умирает. Мак у нас наорал на Свена. Свен в таверне. В таверне также у нас Даззл. Дэнди отсюда уходит на лоу-граунд. Забрали одного Соло. Потеряли мейн-керри. Ой, как больно Дэнди от флэг-кэнона. Здесь Паша чуть не развалил у нас мидлейнера команды Нави. Просто какими-то обычными ударами под флэг-кэноном. Он бил с хай-граунда. Дэнди уходил у нас за 4 километра. Дэнди половину хп имеющегося снесло. 2.300 у Дэнди на руках. Что там у фаника? Я видел появился с Башер. Ну и БКБ и Пауэр Трэдс. Фаник выжил. Ну потому что фаника вообще оставила команда Вега Складрон в покое. Соло в принципе сливался в соло. Висп с барабанами. Офигеть. Свен бьется просто как тряпочный. 0-3 идет у нас хвост. 0-3-2. По Нетворсу он на пятой позиции. И знаете, это троллинг четверочка. Вот это в никнейме хвоста. Он так интересно все это обыграл. Так это как-то забавно было. И якобы кто-то там очень сильно ошибся касательно того, как хвост фармит. Не знаю, смотрится на самом деле все очень печально касательно бывших заслуг команды Нави. Хвост раньше и правда великолепно фармил. Но сейчас это все даже на грани с неприличностью. Забирают очень быстро у нас и Некр. Опять это делает фаник. Ну и Сема Зе Слея тоже подставляется. Нави забирают двоих. Свен под Гад Стрэндж. Свен под БКБ. Свен под Момом. Свена оставляют. Убейте Некра. Это синий Некр. За него вообще ничего, никаких проблем не будет. Дазла в это время теряют. А где, кстати, Дазла у нас? Почил. Дазла у нас почил на мидлейне. Ну и Хвост улетает отсюда. Забрали двоих. Потеряли одного вообще в другой части карты. Подпушили немножко Тавр. И Нави отсюда уходят. Нормально. Санейка на тизере с катапультой. Веселился. Ну и... И все. Веселье окончено. Нави проигрывают по золоту. С 6000 по экспириенсу. 2500 тоже в пользу команды Вега Складрон. Тут Вега, в принципе, с таким-то заряженным гирокоптером не должна слезать с Нави ни в коем случае. Вообще ни в коем. Паша, во-первых, классно фармит. Во-вторых, великолепно дерется. Посмотрите на КДА гирокоптера. 11-1-3. Теперь посмотрите на Свена. 0-3-4. То есть даже по ассистам Паша не сильно-то хвосту проигрывает. А по киллам 11 против 0. Я думаю, о чем-то это все-таки договорит. 16,5 тысяч для гирокоптера Нетворс. У Свена, в свою очередь, 11-200. Класс. 30-ая минута. Свена, у которого точно так же, как у гирокоптера, есть сплэш, которому не надо особенно напрягаться. То есть, Райт кликаешь куда-то по локации. Свен сам все сделает. Дэнди в это время забирает тавер на топе. Ну, хвоста отсюда не отпустят. Санейка. Без релокейта. Санейка тоже здесь остается. Санейка, в тавер. Полетел спасать хвоста. Хвост умирает. Пак должен отсюда уходить. Ни в коем случае нельзя задерживаться. У Пака есть уже 3000 голды. Есть уже Ultimate Warp. И, в принципе, Дэнди очень скоро соберет Хекс. Может быть, это исправит положение новей. Может, нет. Не знаю. Гадать не будем. У мага появляется после третьих некров. Блинг Даггер. Ну, и теперь маг будет выходить. Сначала грыженый тапок. Потом появляться будет Аганим. Ну, еще Герокоптер. Будто мало было дэмэджа. Приобретает себе баттерплей. Теперь Паша с огромнейшей скоростью у нас вместе. У Паши громадное количество дэмэджа. Квапа забирает у нас Бладсикера. Где ты был, бедняга? Фаник у нас на вражеском Т2 был. В это время команда Вега-Сквадрон заходит на Т3 команды Нави. Нави потеряют линию с такими вот мубами хитрыми. Дэнди понимает у нас Герокоптера. Хвост. Стан пошел по Герокоптеру. Герокоптер юзает БКБ. Надо всем уходить. Отсюда Санейка. На ЛОХП единственный кто. Ну и все. И команда Вега-Сквадрон отходит. Дэнди пошел угнать. Дэнди классный. В принципе, Дрим Койл есть. То есть Дэнди может и подраться. Дрим Койл Дэнди не оставит. У Дэнди есть уже Хекс. Прячется у нас Дэнди в шейп-шифт. Соло. Под Ладрайдом. Развались же ты уже соло. Дэнди опять шейп-шифт. Пак у нас. Делает блинкаут. Ой, как круто Дэнди отыгрывает. Тут, правда, вся команда Нави рассыпалась. Но с другой стороны, как же круто отыгрывает Дэнди. Понятное дело, что Дэнди тут нет смысла в принципе. Барахтаться, да, так и есть. И отставил, пишет у нас ГГ. Вега-Сквадрон. Одержали победу в первой катке. И игра в формате Best of Five начинается для Нави со счета 0-1. Какой я таинственный, да, судя по голосу. Кстати, вообще никакой тайны здесь не было. Мне кажется, Нави будут лить, лить и лить. А потом возьмутся за голову и, может быть, за камбэч. Там, может, нет. Всякое бывает. Я думаю, что на вот эти камбэки Нави уже, в принципе, к ним многие привыкли. Ну и посмотрите на счет. Ладно, Даззл 0-8, но 0-5 Свен либо не пошло у хвоста, либо по пику Нави все-таки здесь проиграли. Камба у команды Вега-Сквадрон великолепная. И что интересно, комба это ее потенциальная реализация, которую Вега-Сквадрон могли организовать. Она фактически новей отталкивала от какого-то сбора вместе, что позволило Гирокоптеру чувствовать себя абсолютно свободно. Мы-то не видели Блэк-Холл и туда, например, Соник Вейв от Квапы, туда кулдаун от Гирокоптера. И Гирокоптер сам по себе бросал кулдаун и шел просто разваливать лица. А Энигма стоял где-то и просто играя мускулами, не подпускал близко команду Нави. Вот, заставлял как-то мансить, как-то его вырезать. В это время Гирокоптер вырезал всю команду Нави. Короче, здесь нормальный такой хороший блеф. То есть вы делаете это, мы делаем это. Вы делаете то, мы делаем вот это. То есть Вега тут, Нави переиграли. Mind Games в их пользу. Ладно, у нас с 1-0 начинается данное противостояние Best of Five. Это, напомню еще раз, гранд-финал европейской квалификации. Победитель едет основным участником International of Seattle. Проигравший едет бороться за Wild Card. Все на тот же International. Лучше, конечно, выиграть. Но если проиграешь, тоже не так страшно. Услышимся. Это так, по-моему, хозяева Нави, директоры Нави, так сказать. Далее, если проиграешь, ребят, ничего страшного. Ничего страшного. Все, все будет окей. Ладно, услышимся через 5-6 минут. Пока пересоздается лобби. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Ну и группа ВКонтакте и канал Юнтуб тоже по желанию вниз. Заходите, подписывайтесь. Буду рад вас там видеть. Услышимся через 5-6 минут. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...